привет друзья у нас весна самая настоящая испанская весна время 10 такая теплень что я просто кайфую я веду в одном таком легком свитерке но он очень симпатичный потому что он там с рюшечками все делаем как я люблю рюшечки а еще у меня вчера очень сильно загорела ухо вот эта часть и рука вот это вот эта рука представляете я вчера еще вечером сижу так аду блин да что ж так ухта горит наверное кто-то обо мне разговаривает вот сегодня утром стал думаешь уже 5 ухта горит гляжу у меня будут прям треугольник такой загорела на лице то у меня было был крем а он всегда идет защитой и она у меня не загорела я специально варим так хорошо жирненько намазалась а грудь нет на груди то у меня был этот шарфик но его потом сняла потому что жарище было вставляете вот так вот и ухо горит на ухо прям вообще певец как горит куда мы идем мы идем в банк заплатить по счетам как говорится но не по счетам по моим там рабочим счетам по домашнему меня с карточки все снимается вот и вот так и с чарли гулять вот банк можно с собаками поэтому идем за одну погулять мне ну слушать я прям сегодня с утра у нас во сколько я встала что в девять меня это вдруг разбудим сразу открыла балкон и не знаете так классно кайфово когда свежий воздух к тебе в дом заходит в общем ляпота вот такую погоду я люблю у нас вчера мама одной подруги была она купалась представляете и говорит вода теплее чем вчера была кто-то звонит хожу тут гуляя по парку смотрю дети гуляют везде играю думать что они не в школе эти дети играются тут что-то бегают странно столько много совсем забыла что каникулы у всех детей представляете думала что что мухи какие-то летают садятся на меня уже совсем что ли я и собак тоже много там собаки тут собаки везде все цветет такие деревья вот эти красивые розовые смотрите сколько мальков страсть это не если все вырастут тут вообще будет кишать рыба офигеть и так по всему краю представляете тут и такие здоровые есть плавают у блин жара уже пипец жарко фу 27 градусов сегодня передавали мне кажется 27 уже штанах прям жарко а у меня еще вроде как штаны да чё одевать то платье уже без колготок а у меня ноги белые дерево какое хоть на крышу лезь и загорай чтобы ножки немножко позагорели а вчера хотя знаете очень много людей было коротких платьях без колготок и ничего нормально не знаю посмотрим какая у нас будет пасха вот потому что планируем встретить встретиться с подружками отметить мы всегда пасху отмечаем хорошо так что будем надеяться что погода будет такая же шикардос я уже дома и сейчас буду наконец-то готовить пучеру да и ноху то есть суп из пенхеля нам понадобится одна крупная морковка луковица фасоль у меня уже раз смягченная такая рис но я буду готовить смаш смаш называется соя собственно пенхель ростки вот этот зеленый фенхель не корень а вот зеленая часть 1 картофелина и естественно основа любовь любых супов в испании это очень хороший насыщенный бульон у нас там кусок мяса на свинина ляшка от курицы кусок вот такого же сало потом вот это вот это как кость свиная это соленая кость соленая кость и это тоже соленая кость и шкурка представляете соленая вот это вот вот это все дает очень такой ароматный запах вкусный некоторые люди русские не понимают этого вкуса но мне кажется это только от того что не умеют его готовить мне так кажется вот и сейчас я все это залью водой я буду готовить в этой кастрюле сначала полчаса отварю мясо потом просто его процежу и уже будут дальше готовить мультиварки она меня побольше все таки чтобы знаете не про и чтобы там всякие ошметки не это ну вы поняли не болтались а вообще в скороварке можно готовить в общем наливаю воды и буду где-то полчаса варить на огне чтобы все эти ошметки убрались а потом уже пересажу всю мультиварку и в общем следите я уже перелила кастрюльку мультиварку мясо все бульон теперь отправляю туда целую луковицу целую морковку марковча и порезанный фенхель меленько порезанный и все это у меня будет твориться часа полтора часа полтора все это будет твориться естественно нужно добавить воды и фас фасоль не знаю нет сейчас часик поварю все это и добавлю потом фасоль так как она меня разбухшие она недолго будет вариться и и вот этот маш там я маш маша маша он по-моему называется если я не ошибаюсь так что это все отправляем вариться полтора часа а как вариться у меня все это будет полтора часа а есть то я уже хочу так что я себе замариновала селедочку тут с лучком вы знаете я даже больше люблю лук вот такой вот из селедки чем саму селедку поэтому лук у меня всегда много тут масло немного уксуса и укроп сок выжила и там у меня картошка в мундире варится а тут ну а тут еще часа два будет вариться так что пойду пока я белье по повешу потому что машинку уже постиралась и попью сок у меня трубочки закончились зато у меня есть смотрите матэ пить у нас есть одна родственница суругвая и она мне привезла вот такой вот набор матэ пить или мат матэ но я его попробовала один раз или пару раз мне не очень понравилось а трубочка может быть подойдет для сока специально прям не пропадет красивая вообще трубочка смотрите суругвая привезли но нет пускай стоит красавец 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 вот так на сок не люблю пить без трубочки потому что вообще цитрусовые соки на зубы очень плохо влияют на эмаль съедается эмаль и я по себе заметила когда пью сок без трубочки у меня зубы потом начинает как знаете такие вот как скрипучие рыхлые такие прям в общем не люблю но придется так забыла уже закипела вы не представляете какой запах стоит это просто уже можно запахом объесться я открыла все двери все окна и тут и в спальне и наслаждаясь летик тут сложила потому что вечером может быть понадобится фиг его знает я мерзлячка не может быть тепло завтра холодно я вот сейчас наверх слазила там вообще жарище духотища у нас еще как-то знаете пасмурно стало покажу вроде бы и как солнышко но это от жары от того что слишком пажа куху спать слишком быстро потеплела и вот это вот все идет испарение от моря и видите как как идет цветочек маленький мята моя можно желать кончик открывать шикардос что слово у меня появилось новый шикардос откуда я его взяла наверное где нибудь у кого-нибудь посмотрела и она у меня теперь слово паразит вот жду когда картошка сейчас остынет немного и поем такие дела пока сериальчик включу после того как мясо сварилась уже прям сварилась я курицу достала она вся смотрите развалилась вот она уже вареная поэтому курицу я достала иначе вообще от нее ничего не останется я засыпала уже фасоль и сою маш маш по-моему называется кинула одну целую картошку ну на четыре части ее разделила и закинула и ставлю еще на часик варить вот можно уже немного соли добавить но я соль добавляю в конце чтобы не пересолить видите все ставим еще на час варить на час на час можно час 10 без разницы в общем все варится у нас еще часик до готовности до готовности фасоли картошки все такое и почти суп готов будет вкусняцкий ням ням в принципе ничего сложного все легко закинул сюда и все сейчас чай по сделаю смотрите прошел уже час все тут разварилась видите фасоли вот видите не видеть фасоль уже мягкая разварилась маш тоже маш ламаш видно вот видите он такой разбухший она сейчас еще постоит настоится видите как как все аппетитно на соль попробовала все на соль уже зашибись мясо можно вынуть отложить сторонку и подавать как второе блюдо они здесь едят сначала вот этот суп сейчас морковку тоже порежу поменьше едят это как суп а на второе мясо вот так вот разрезают что хочет какое мясо и едят мясо как на второе у них ну кроме вот это например вот эту шкурку не едят соленые вот эти кости тоже их не едят они выбрасываются например вот эту кость она тоже выбрасывается она не естся естся вот это мясо но это сало я такой не люблю мясо вот это вот это мясо и курица и вот такая вкусняшка что плохого в этой мультиварке я вот сюда вот так подкладываю потому что с крышки стекает жидкость и нету здесь такого вот какого-нибудь вот у меня у той мультиварки сзади был такой вот как стаканчик куда стекала вся эта жидкость в этой мультиварке к сожалению нету ну вот как бы есть на ней неглубокие то есть если перри если перри много жидкости то она в чашу льется поэтому я всегда подкладываю вот когда открываю бумажное полотенце все сейчас мы уже буду наливать он пока вроде как не хочет есть и пуска кушает а я буду кушать завтра сестре еще отвезу баклашечку они любят такую еду надеюсь что вам понравилось это легко соленое мясо можно заменить на киньте кусок сала скажем так и промойте его от соли кусок сала киньте вот потому что соленое мясо все равно дает другой вкус вот и кости можно знаете коленные такие вот коленки там такие чтоб трубчатые крупные были вот такой вот у меня блюдо если вам понравилось ставить лайки если не понравилось тоже лайки ставьте лайки и я вам буду благодарна у нас опять жара поэтому я что делаю правильно достаю одежду на выброс все приготовила кровать не смотрите я сейчас буду убирать и знаете я достала тут у меня столько плачешек всяких красивых ой сколько я как я хочу их уже одевать вот это например уже рукава такие полудлинные можно уже его отпарить и одеть ой блин вот это очень платье столько много всяких разных красивых только бы погода не портилась щелопа люблю я такую перемены вы знаете достаешь когда такую одежду такое ощущение что все новое да что все новое что все только что куплено и опять которые вещи я смотрю которые я например три года уже не надевала таких есть три таких есть тех просто уже выбрасываю потому что они уже нам не нужны не понадобятся точно но если три года я не носила то что процентов я уж их и не один так что вот так вот хожу тут перепрыгиваю через пылесос потому что в пакет в кровати был такой вот с которой высасывается воздух там тоже один пакет заполнила тут у меня верхняя одежда тоже не пойми что и не пойми как в общем он же ничего нигде не умещается караул зимняя одежда всегда столько места занимает мужа говорю где вся мужи майки а то он ходит в какой-то в рабочий как как это реклама и горти за рекламу должны платить ты ходишь это рекламирующих сейчас еще его а шкаф нужно тоже делать это общем но это я так потихонечку знаете на самое интересное на четверг передают похолодание а мне еще тут одежда вот есть верхняя пол верхняя всякие кофты видите вот такие вот жилетка в общем я пока это все не убираю потому что еще как говорится не говори гоп пока не не перепрыгнешь у меня еще тут часы не переставлены ладно буду дальше заниматься этой работой мы вышли погулять смотрите как у нас тут красиво сделали вообще красота скоро будет там вот гулять травка даже выросла неделю наверно не было до сюда вы не доходило и посмотрите деревья насажали липота вот так хорошо даже ветер не холодный знаете наконец-то ветра не было сегодня с утра ну вот поднялся и он не холодный но я естественно с длинным рукавом но можно было бы и снять но в руках не охота нести и карманы я в карманы положила телефон и камеру ну и ключи естественно что-то я хотел а вон даже поилку пока поставили смотреть то по моему здесь вообще ни одной там детей наверное уйма я обычно в том парке прогулялась и зашибись а так как каникулы там детей вижу вам они горюй смотрите поилка да ой даже вода есть даже хлорка не отдает прикольно ну да здесь тренажеры стоят вода в принципе необходимо тут тоже будут облагораживать все здесь вот пальмы насажали вроде прижились в общем облагораживают красота парк а вот там мне кажется вот там за этим будут делать велодорожку потому что сейчас покажу дойдем до туда иду сейчас вижу у девушки телефон падает но она куда-то положила видимо не очень хорошо и прям найдет он падает у меня прям сердце так защемило как будто это мой упал я не могу я даже приостановилась представляете а я прям вижу он падает и на бахлавы не знаю сделала что разбила не разбила но сердце ёкнуло как за свой родной вообще телефон это сейчас такое дорогое удовольствие есть конечно дешевые все есть но зачем их бить правда дети там дети тут малявочки совсем детская площадка для малявочек туда чарли не разрешаю ходить даже когда детей нету но он знает что туда нельзя ходить даже воздух какой-то весенний там дети 78 лет представляете марокканцы марок разговаривает на своем а матом ругаются на испанском а здесь такие все матершинники куча не садится представляете как чё-то там чарли к ним подходит они на самом колено чарли гавкал они матом по испанский пипец вот тут видите делают как бы дорогу в общем чтобы наверное на велосипедах просто пешеходы ходили прям так широкую туда вот туда чем скоро можно будет на великах кататься какашки большая черепашка по имени какашка такая вся чужая такая блин большая какашка все парк прошли идем домой а я дома уже успела успела все разобрать пропылесосить и такая сегодня рукодельница дел много сделал мне еще окна надо помыть на этой неделе вроде как дождь обещают и не обещают поэтому быть ой мыть пока не буду целесу вы чарли чарли ну конечно надо пометить помыла полы вообще знаете пылесос так хорошо пылесосит что после него полы все прям как чистые то есть я воду меня ну наливаю она прям прозрачная но все равно протирать то надо а так как все открыто то сохнет буквально прям за две минуты но пока сохнет пойду белье сниму ну же сто процентов высохла хорошо летом за два часа все сохнет там у нас море туман прошел видите какой она спокойны а вот сюда мы в парк ходим вот видите вот эта церковь все время показываю вам вид по но на камере смотрится что очень далеко на самом деле все намного ближе а там у нас серо невада смотрите дымка немного есть дети снег там я не пойму почему меня это желтеет не хватает ему влаги так его часто поливаю но почему-то у меня желтый не знаю солнце тут не особо ему в общем фиг его знает белишку сейчас сниму на улице уже в майке можно ходить так сейчас нему белье и все на соседи смотрите там я кстати видела молодая девушка с ребенком с коляской что-то я не пойму я вроде раньше цыгане видела а сейчас вроде бы как они цыгане кто-то перец делает в духовке пахнет перцем пить запеченным давай как вкусно пахнет перцем запеченным и вот а я сегодня посмотрела да нет вроде на цыгане они не похожи не знаю но не шумные нормальные главное чтобы не шумели ладно буду последние дела доделывать у нас уже луна он там вот видите вот эта точка это луна голубая луна чайки так летают вам наверно их не видно но их тут много голубая луна ой люблю я вот такую весну вообще зашибись 28 градусов сегодня было прям лето лето и без ветра ах лето лето красное будь со мной все представляете за пять минут все высохло а еще я сейчас начинаю развешивать все вещи летние вы знаете мне категорически не хватает вешалок вообще вроде бы одежды много не покупала только я летний вообще не покупала а вешалок не хватает в прошлом году все хватало странно я снится не рокот космодрома я рейб уже заварила не эта голубая сегодня у Аллы Пугачевой оказывается день рождения представляете Алла Пугачева если вы меня смотрите ох я возомнила о себе но вдруг с днем рождения дорогая я вас тут вспоминала недавно есть даже название с вашим именем представляете а вдруг ой ладно буду чаек попивать а 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